После выхода третьей части Том Кленс из Splinter Cell стало ясно. Многим игрокам порядком надоел тихушник Сэм Фишер и тайные заговоры правительства. Казалось бы, сериал зашел в тупик, единственный выход для Ubisoft поскорее отправить бравого вояку на пенсию и поискать в библиотеке Тома Кленси новые политические романы. Но разработчики все-таки решили выпустить четвертую часть с интригующим названием Double Agent, что значит двойной агент. В предыдущих играх Сэм был пешкой в правительственных играх. Выдавались четкие указания, сюжет был линейным, а малейшая ошибка означала провал миссии. Но на этот раз все будет иначе. Главная работодатель Фишера, агентство национальной безопасности, поручила своему незаменимому бойцу сверхсложное задание. Он должен внедриться в секретную организацию террористов и, действуя под прикрытием, уничтожить ее изнутри. Чтобы все выглядело правдоподобно, Сэм нарушает закон, досаждает правоохранительным органам, садится в тюрьму и вообще ведет себя как последний рецидивист. Но вскоре засланный казачок настолько вживается в роль, что начинает сомневаться, где свои, а где чужие. Заметим, что игра Фишера в двойного агента напоминает фильм «Три икса». Там тоже главный герой раздумывал, к кому лучше присоединиться, к хорошим или к плохим парням. В Double Agent геймер сам выбирает, по какую сторону баррикад должен находиться его подопечный. Что тебе по душе? Подставить новых друзей из стана террористов или предать Агентство национальной безопасности, начальство которого не раз отправляло Сэма в самое пекло войн? От таких решений будет зависеть, в каком направлении начнет развиваться сюжет. Поэтому о линейных миссиях и однотипных заданиях можно смело забыть. Концовок, разумеется, будет несколько. Вот только неясно, ограничатся ли сценаристы всего двумя исходами, хорошим и плохим, или подготовят несколько более оригинальных вариантов финала. В любом случае, прогулка обещает быть захватывающей. Судьба занесет Сэма в Африку, Шанхай протащит по мегаполисам Америки и забросит в другие не менее интересные места. Придется даже стать водолазом и поплавать в северных морях. Да и карты обещаны гораздо больше тех, что были в прошлых сериях. Движок Double Agent далеко не новый. Он достался проекту в наследство от предыдущих серий. Однако на этот раз из него выжмут такую картинку, которую не стыдно показать владельцам PlayStation 3 и Xbox 360. И действительно, графика выше всяких похвал. Особое внимание привлекает четкая анимация персонажей и невероятно красивая игра света и тени. А ведь темные уголки карт опять станут твоими верными союзниками. Хоть Сэм и работает под прикрытием, но до Супермена ему далеко. Как и раньше, придется лазать по трубам, искать лазейки на вражеских базах, бесшумно устранять патрули и стараться не попадать под пули. Судя по новым трюкам Фишера, четвертая часть Splinter Cell поднимет планку качества в жанре Style Section сразу на несколько уровней. Арсенал агента национальной безопасности пополнится новыми гаджетами и оружием. Например, появится прибор, который позволит преобразовывать звуки в электромагнитные волны. Судя по всему, в Splinter Cell Double Agent нас ждет перерождение серии. На этот раз ты не только будешь зачищать уровни от назойливых охранников, но также станешь решать сюжетные задачки. Должно быть, многим покажется заманчивой перспектива стать не инструментом в руках правительства, а чрезвычайно опасным террористом.